всем привет сегодняшнем ролике мы расскажем вам как паять медные желоба значит для этого нам надо соответственно паяльник газовый вот есть баллон мобильный вот есть паяльник вот жало здесь на 30 грамм вот есть гель специально для пайки есть щетка чтобы чистить жало вам пригодится камень аммиячный чтобы залудить жало соответственно само олово с добавлением меди здесь 97 процентов олова и 3 процента меди а вот и вот такая возможно коза тряпочка есть будет где ее взять вам не подскажу она пришла к нам из германии она что делать она защищает такая как абразив вот и можно зачистить место спайки вот можно посмотреть вот так вот получается не очищена вот видите здесь уже зачищена вот пайка желобов и спайка компенсатора вот вот это вот нам не нужно будет на нашем на наших желобах снимаем это скорее всего либо для перевозки кстати чтобы резинку защитить либо это когда желоба делается соединением на клей вот и потом стык этот прикрывается короче мы не знаем для чего она нужна вот это вот именно приблуда и еще от этого то пригодится нам одевать на компенсатор вот сейчас мы облудим паяльник и пойдем паять уже и показывать вам все на месте и так мы выставили желоба кое-где уже все пропаяли и сейчас мы вам покажем как спаять подготовить спаять шов вот и компенсатор вот он стоит и как здесь подготавливается и делается сейчас мы все покажем давалось так и стоим мы возле места где будем спаивать желоб перед тем как спаять желоб нам надо что сделать все покажи вот здесь вот есть загибчик у вируса его на срезать это ну 2 20 миллиметров 25 миллиметров средства потом желоб здесь когда бы стоять хорошо завернулся и плотненько стал соединился с этим желобом далее берем наждачку у кого что у вас тряпочка есть вернее что от нее осталось вот и зачищаем место спайки то есть у нас этот желоб получается нахлёстывается на этот здесь зачищаем где-то 35 миллиметров здесь 20 нахлёст у нас будет 20 миллиметров и все это дело хорошенечко зачищаем также с этой стороны и также зачищаем нижнюю сторону которая будет перехлёстывать на этот блестит как у кота причиндалы да так теперь кто-то закладывает и потом просто сверху мажут и паять но мы мажем изначально внутреннюю сторону нахлёсты слишком много не надо теперь мы его засова на нахлёстом 20 миллиметров очень важно чтобы алексей покажи отсюда давайте проверим видно не видно вот смотрите видите здесь стык ну как бы там пол миллиметра чем плотнее сидит здесь желоб наш стык тем лучше а вот самое неудобное место спайки это вот вот в вот под этим загибом мы порез пропаяем вот так вот потом разогнем и дальше будем паять вот и потом пойдем на компенсатор так сейчас мы подготовим паяльничек мы его включаем и ждем пока он разогреется и потом начнем паять так паяльник у нас разогрелся что мы делаем берем гель и сказываем сверху и сказываем сверху опять слишком много не мажем чуть-чуть убавим и начинаем свюльство на твоему место прогреваем хорошо олово должно скажем так подсасывается под нахлёст и потом вам снизу покажем пропайку там должно быть чтобы олова примерно на миллиметр вышла из нахлёста да вы металл нагреваете с оловом он в нахлёст до подсасывает его тем самым хорошо прогрев стык он появится и идем вниз добавляем потихонечку олова много тоже не надо и потихонечку потихонечку спускаем делая небольшое усилие на желудке я отсюда вижу как олова затекает под нахлёст и сколько его нужно нужно добавить или нет дело практики по сути а а а а а а а а Продолжение следует... 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 также снизу все и вот у нас чистый шов и сейчас мы пойдем готовить вместо компенсатора